Многие приманки привлекают больше иногда человека, покупателя, чем рыбу. Поэтому при выборе приманок я в основном стараюсь посмотреть что-то такое ближе к натуралке или же вот где-то рядом с ней. Но есть еще и конечно же не надо забывать про провоцирующие, но это об этом другая, это уже отдельный разговор. Так, дальше. Такой вот виброхвост, это уже серьезный виброхвост для ловли на глубине. Это уже пойдет на щуку на глубинную при ловле на течение и у него уже внутри джиг-головка вставлена, она занимает место вот отсюда, как вот на прощупку, вот где-то здесь вот он заканчивается грузила. Здесь уже я, она идет без крючка, но место, колечко подвеса есть, поэтому я уже крючок тройник подвесил уже самостоятельно, а так он идет с одним крючком. Длина у него, длина у него 15 сантиметров и вес, вес сейчас мы его зацепим за крючок, чтобы он у нас. Включим весы и посмотрим, сколько он весит. 66 грамм. 66,8 грамм. Ну, то есть, эта приманка довольно-таки серьезная. Здесь уже и снасть должна быть серьезная. Цвет выбрал вот именно такой вот черная спинка, переходящая на синюю, на глубине должно быть хорошо заметно. В заброс ловить на него, ну, на глубинах, я думаю, что где-то свыше трех метров будет какой-то столк. На глубинах до двух метров, ну, для того, чтобы проводку осуществлять, это больше, наверное, приманка пойдет для ловли в отвес. Почему? Потому что для того, чтобы какая-то была анимация, чтобы она очень быстро тонет, во-первых, у нее тут с таким весом. И она просто-напросто будет цеплять все, что на дне. А форма хвостика у нее такая, что, ну, особо он-то играть-то, конечно, должен, но для того, чтобы придать вибрацию, надо будет очень быстро проводку осуществлять. А для ловли крупного хищника тут лучше такие плавные, поднятие вверх-вниз. Поэтому эту приманку я в этом году планирую использовать для ловли в отвес. Уже при ловле на течении, ловле в отвес посвящу ряд таких рыбалок именно этой теме. У нас здесь, в нашем регионе, очень хорошие успехи при ловле в отвес. В основном ловят, когда судачатники ловят судака, попадаются крупные щуки. А крупная щука волжская, она в таких вот местах, где я обычно ловлю, она там не встречается. Поэтому вот как раз-таки под эти условия я приобрел вот такую приманку. Дальше. Дальше что? Вот такая вот приманка. Тоже интересная. Но это уже относится к приманкам те, которые можно будет ловить без загрузки. То есть здесь, тут уже должна быть специальная оснастка. Как правило, эта оснастка идет с одним или с двумя тройниками. Она просто присоединяется снизу рыбки. По оснасткам я чуть позже вам покажу. Так. И посмотрим, какие у нее параметры. Параметры у нее. Ну вот, если пятку поджать, ну вот так вот, чисто так вот на угол. Ну 15 сантиметров это вот 100%. Если хвостик вытянуть, то на все 16 тянет. Довольно-таки увесистая и довольно-таки такая вот реалистичная. Она, во-первых, имеет форму такую вот. Каждая чешуйка выпуклая. Освещает. Краска у нее тоже такая интересная. Сколько он весит? Посмотрим сейчас. Тоже положить его так, чтобы он у нас не выскочил. Так, 38. Да, вот надо было тару сделать. И старый было бы проще взвесить. 38. Ну 40 грамм, короче. Вот, поточнее в описании сдам от продавца. Ну 40 грамм, понятно, что при ловле в заброс этой приманки снасть должна быть соответствующая. То есть, если 40 грамм приманка забрасываем, плюс еще оснастка, то есть, чтобы спиннинг был в пределах, ну, 50, это уже 50-60. Ну, в общем, это спиннинг необычный. Я уже буду использовать кастинговую снасть и спиннинг джербейтовый. Это уже по классу и по весу, это уже ближе к джербейтам. Идет в специальном, таком отдельном футлярчике, для того, чтобы плавнички не заминались. Плавнички у него тут, ну, полностью вся реалистичный веброхвост. Очень мне понравился вид. Кстати, это, по-моему, копия одного из именитых брендов, которые производят вот такие вот приманки. Сейчас точно не помню название, но сверху напишу, когда уже будет публикация. Так, дальше. Дальше. Вот такие вот веброхвостики. Это хантхаус. Я уже не первый год покупаю у этого продавца. Очень интересные приманки. Тоже посмотрел. Размер вроде меня так устроил. Тоже в отдельном футляре. Все четко, аккуратно сделано. Вот такой вот веброхвост. Тело у него, посмотрите, спинка у него узкая, а высота тела высокая. Ну, это колоссический шат. Так, вот длина у него 18 сантиметров с хвостиком 18. Вес. Как бы тоже сейчас бы его так устроить. Вес, вес, вес 30, 34 грамма. 34 грамма. Ну, 35. Тоже будем применять его уже с оснасткой на двух тройниках подвесных. И ловля без загрузки просто в заброс. Вот принцип такой. Ну, вторая расцветка вот такая. Желтенькая, под карасик. Я думаю, что эти приманки должны будут у нас в этом году все-таки выстрелить. Так, ну а, кстати, вот тут я все показываю, что производитель заказывал. 17 сантиметров длина. Ну, то я вытащил на 18, да, его растянул. А так вообще 17. И 35 грамм вес. То есть вес в пределах заявленного плюс-минус там 0,5 грамма. Так, ну и еще одни товарищи. Так, это вот такие вот монстры. Я их называю монстрами. Это, конечно, я как посмотрел, думаю, ну, надо взять на пробу. Интересная форма. Форма, наоборот, сплюснутая сверху-снизу, да, вот так, если посмотреть. А если посмотреть, вот если сверху посмотреть, то вот такая расширяющая. То есть вот именно на ловле на просвет хищнику будет хорошо заметно именно широкое тело. А для зацепистости крючков будет нормально зацепиться, потому что тело такое не очень высокое. Пластик жесткий, умеренно жесткий, да, вот. Так особо не растягивается, как бы хотелось, так вот, это не резинка все-таки. Имеет определенную такую вот эластичность, но в пределах разумного. Думаю, держаться снастаска должна хорошо. Вес у него, вес у него, так, ну, я такой уже не смогу сюда запихнуть, но, поверьте на слово, 50 грамм он весит. И вот, что касаемо веса в комплекте с ним, я заказал также от этого продавца и вот эти вот оснастки, которые, так называемые, вот эти тройниковые оснастки, которые применяются для оснащения приманок такого типа, крупных силиконовых приманок. Она представляет из себя стальной тросик. Вот она так вот выглядит. Стальной тросик. На нем крепятся два тройника. Причем тройники очень острые. И сделаны по принципу, по принципу, как Овнер делает. То есть у него вот эта петелька, то есть здесь она состоит из, скажем так, классический тройник, сделан как двойник, и на нем приваривается еще одна половинка, то есть один крючок, да, и получается тройник. Здесь и получается так, что вот эта петелька самого тройника, она находится в одной плоскости с двумя крючками. Здесь по этому принципу не пошли, а делают по принципу, как делался в свое время крючки Овнер. Здесь крючок идет, то есть свариваются три отдельных крючка. И это очень, кстати, заметно, когда применяется на воблерах. На воблер, если на колечке вот он так висит, а тело дальше продолжается, да, то есть здесь получается, что они, если классический крючок, то вот кончиком вот самим крючка пропиливает краску, а потом и начинает царапать сам корпус воблера с одной стороны. Это вот как раз-таки классический крючок. А если крючок сделан, как я говорил, сваренный из трех, то у него равно отступают в разные стороны одинаково, что правая, что левая сторона крючка. Поэтому здесь, ну, в частности, зацепистый, наверное, это будет лучше. Так, здесь сделан, как я уже говорю, стальной тросик. На нем обжимыми трубочками закреплены специальные вот эти вот зацепы. Два зацепа. Вот, которые в тело приманки входят. И на конце все это на заводном, тут специально вертлюг мощный. Вертлюг обязательно должен быть. Сейчас позже расскажу, почему. И вот такая вот, типа такой штопор, который вкручивается в нос приманки. Здесь вот специальное место. Ну, вот литник, да, вот где он стоял. Вот сюда вот вкручиваем до образования кольца. Но сейчас пока не буду кручить. Так вот, пока... Попробую показать вам на месте, как это все происходит. Потом, когда вкрутили... Вот здесь вот можно использовать этот зацеп проволочный, да, и воткнуть в приманку внутрь. Здесь, кстати, при сборке... Так вот, надо смотреть, как его сориентировать. Здесь немножечко я бы изменил. Вот тут получается, если зацеп воткнешь на одной стороне, зацеп должен быть выше. Ну, это понятно, на сборке не обращали внимания. Вот эта проволока должна быть выше тросика. Она в одной плоскости, поэтому неудобно. Но принцип такой. То есть можно крючок одним... Тройник одним крючком зацепить в само тело приманки, да, и тогда они будут стоять жестко закреплены. А можно закрепить вот именно вот этим зацепом, да, в тело воткнуть. Ну, под углом, соответственно. И крючки будут, как у облера, болтаться. Ну, вот два вот вида. Вот так вот и вот так вот. Довольно-таки... Ну, это уже для своих условий. То есть кому как надо будет уже посмотреть на водоеме. Я сейчас пока это цеплять не буду, потому что это уже непосредственно на водоеме надо будет делать. Так, ну и что я... По этим я уже сказал. Почему именно вертлюк должен быть? Некоторые скажут, чем больше узлов, тем слабше ослабляется снасть. Вертлюк должен быть почему? Потому что при мощной поклевке, вот именно когда щука начинает на вываживание, да, она начинает, ну, сильно мотать головой, бороться за свою жизнь. И приманка, ну, проценток в 60, вот при таком монтаже, она просто отскакивает в сторону. И остаются в пасте одни крючки. Во-первых, это что говорит о том, что щука часто освобождается от, именно, от инородного тела, вот мотая головой. И чем больше инерции у этого тела, большой, там, блесна, воблер или что, она, возможно, может его просто-напросто выбросить. И даже зацепенность крючка не поможет. У кого есть материалы подходящие, да, то, в принципе, это можно сделать и самому. Но удобно делать, когда уже есть определенный образец, как говорится. А под разные размеры приманок продаются вот эти вот уже готовые оснастки, да, ссылочка также в описании будет, да. То есть можно под разный размер, большой, но я брал непосредственно под эти размеры, вот эти оснастки. Кстати, вот, если взять вот эту вот приманку, да, то вот так вот, если совместить, то вот, она уже практически с натяжкой. Но хотя вот так вот, если посмотреть, вот, если так посмотреть, то вроде бы еще подходит, да. Ну, классические вот распределения по воблерному типу. Даже не по воблерному, почему воблеров в брюхе, да, в центре пузика находится, а здесь вот на уровне анального и на уровне как раз-таки за под головой. Ну, по идее, щука бьет часто в середину или вот в первую треть. В хвост мало она цепляет. Это когда только и когда вдогон. Поэтому распределение крючков здесь, оно перекрывает и заднюю часть, и переднюю. Думаю, что можно будет попробовать. Но можно также при сильно заросших местах использовать такую вот оснастку с одним крючком. Есть такие оснастки. Он где-то примерно находится в середине тела, цепляется под низ и меньше должно цеплять травы. Но это для ловли в таких вот более крепких местах. Ну что, друзья, вот я и поделился всеми своими новостями в плане приобретений. Теперь остается только это дело все систематизировать уже на водоеме. Дальше будем смотреть. Для того, чтобы это смотреть, соответственно, необходимо подписаться на канал. А потом уже смотреть, что будет дальше. Поэтому подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр, что потратили свое драгоценное время на это. Надеюсь, кому-то эта информация была полезна. Но на всем буду прощаться. Всем пока. Не хвастаньте шеи. Адью. Субтитры сделал DimaTorzok